Всем привет и добро пожаловать на канал Рикони, с вами как всегда я, Рикони. И сегодня я вместе с моими знакомыми художниками нарисовали несколько фрагментов на нашумевшие легендарные треки из ТикТока, которые вы наверняка слышали из каждого утюга этим летом. Никаких блинштейнов, мы с вами договорились. Если вам не терпится узнать, что же у нас получилось, то перед просмотром, конечно же, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться и проверить работу, если у вас колокольчик, и обязательно досматривайте видео до конца, это очень важно. Ну а перед началом, конечно же... Современному человеку необходимо хорошее кресло для работы, просмотра фильмов и для долгих игровых сессий. Кресло Когар это именно то, что тебе нужно, если ты проводишь долгое время за компьютером или любишь позалипать в сериальчике. Это совершенно игровое кресло для тех, кому важно качество, максимальный комфорт и великолепный дизайн. Кресло можно собрать самому в домашних условиях и полностью построить его под себя. У него регулируются подлокотники, есть две подушки для головы и спины, оно регулируется под ваш рост и на нем может даже опрокинуться на 180 градусов. Клево, я могу кровать выкинуть. Ведь у всех Кугаров самый сильный и продвинутый на сегодняшний день газлифт 4 класса. Кресло выполнено из дышащей эко-кожи, оно очень прочное и, конечно же, красиво украшено логотипами Кугар. Кресло и другие аксессуары Кугар можно купить в любом магазине ДНС, а также в фирменном магазине где-то 25 сентября. Действует скидка 20% на все кресла и столы Кугар по промокоду RIKANI20. Ссылочки и промокод находятся в описании под видео. Сегодня речь пойдет, конечно же, о ТикТоке. Именно поэтому я сегодня накрасилась по туториалу из ТикТока, и я выгляжу сейчас как самая настоящая тиктокерша. Я уверена, у каждого из вас есть такой друг, который вам в день скидывает по миллион ТикТоков, и потом спрашивает, а почему же ты его не посмотрел? И такой друг появился и у меня, и, собственно, именно из этого друга мне пришлось ввелиться в этот ТикТок, хотя изначально я не очень к нему относилась, потому что все вот эти бесконечные ролики, которые ты никогда не посмотришь, и все эти дети, которые там что-то снимают, наводило на меня просто дикий ужас. Да и нам, блогерам, которые привыкли думать в формате длинных видео, делать структуру, прописывать сценарий, очень сложно перестроиться на формат клипового мышления, когда тебе нужно уместить какую-то идею, там, в 15-40 секунд. Конечно же, это тонкий намек на то, что нужно подписаться на мой ТикТок. Вы, конечно же, можете на него подписаться. Пытаюсь туда иногда что-то постить, так что... Среди дети думают, что что-нибудь скоро интересное там точно будет. У меня получилось вкатиться, и, в принципе, там достаточно весело. Но меня все-таки иногда пугает, когда в рекомендациях тебе может выпасть абсолютно все, что угодно. Только что ты смотрел танцующих аниме девочек, а теперь тебе показывают лайфхаки по садоводству или строительству, и ты так вот. И, в общем, я выбрала несколько самых популярных русских ТикТок-трендов, и мы вместе с художниками Ерч, Алексей и Wells Home сделали три фрагмента того, как мог бы выглядеть анимированный клип для этих самых ТикТоков. Неважно, что там уже есть клипы. И первая песня, которую мы выбрали, это Simple Dimple. Это дурацкая песня, которую вы везде слышали, видели во многих мемах. Скорее всего, видели ТикТоки-исполнительницы. Это очень забавно, потому что, когда я выложила ТикТок, где я рисовала Simple Dimple и Pop It Тиан, то многие мне почему-то написали, что мой голос очень похож на голос исполнительницы, что это моя песня, и что про Мура, по-моему, так будто бы украла у меня этот трек. Хотя я даже не знаю, чем мой голос похож на нее. Simple Dimple круче! Нет, Pop It круче! Если вам кажется похожа, пишите в комментариях, но мне так абсолютно не кажется. И, к несчастью, этот клип выпала особая честь анимировать Герчу. Никаких особых пожеланий к исполнению клипа у меня не было. Я предложила, что он может нарисовать исполнительниц. В принципе, они... потому что они очень странно выглядят на обложке этого трека. Могу сделать караоке-версию, но вряд ли вы в ней нуждаетесь. Super Dimple круче! Нет, Vamos mucha! Super Dimple, Promespa! Super Dimple! 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 Блин, это абсолютно нетипичный стиль для моего канала, в такой мультяшный, но сразу как я открыла этот фрагмент, мне дико напомнило мультик, может быть кто-то помнит Пиф-Паф Амиюми, по-моему так назывался вообще стилистику Cartoon Network и мне очень нравится, что Ерчи нарисовал свою версию исполнительниц и блин, на моменте, когда синяя девочка дает удар розовый, это вообще просто шедевр потому что и в этой песне такой вайб, то есть идет проигрыш и ты такой Я особенно нравится момент на 20 секунде где как-то сзади размывается фон я все время когда вижу такие штуки, я думаю блин, как же он это сделал, я не умею такое делать, блин, мне что придется учить After Effects, очень круто, что они еще такие детские, как сама игрушка детская, и эти персонажи тоже такие детские, но при этом они занимаются насилием, и в общем невероятно, я очень хочу видеть такой настоящий клип у исполнительницы, так что дорогая Шура Мура если ты увидишь это видео, конечно же мы можем тебе выкатить полную версию Следующий трек у нас от исполнительницы, которая недавно стала популярной у нее ник ООЕС, и это трек Зима, который, я думаю, вы тоже слышали и это абсолютно невероятный трек, потому что первый раз, когда я его услышала, я его увидела в каком-то тик-токе, где чувства как раз таки изображены как черный монстр, который гонится за человеком. Эта песня все-таки поется о безответных чувствах и о тех ощущениях, которые ты испытываешь после того, как тебя кто-то отверг, поэтому просто до мурашек этот трек пробираю. Над этим отрывком мы работали с художницей Wells Home, и я ей предложила, что как раз таки чувство какого героини может олицетворять монстр, возможно, как отсюда или как отсюда, и также я еще предложила кусочек аниматика, который выглядит... Короче, не просите меня, пожалуйста, рисовать аниматики. В общем, давайте посмотрим, что у нас получилось. Стиль Wells Home очень подходит для такой песни. Мне очень нравится сказочная стилистика, которая получилась в этом клипе. Я бы, конечно, наверное, оставила бы только черные и белые цвета, чтобы черный, по мере музыки, чтобы черного больше и больше становилось, и чтобы героиня полностью поглотила этот монстр и мрак, который чувствуется прямо в этой песне, что она прям давит на себя, прям заставляет тебя вспомнить Все эти ужасные эмоции, через которые ты прошел. Героини в клипе волосы темные, что олицетворяет фактически то, что она уже поглощена этими монстрами, этими никотинами эмоциями. Очень чудесная работа, мне очень нравится. В общем, ОЕС, если вдруг ты захочешь. И следующий трек, играющий из каждого тига, которого вы наверняка везде слышали, это трек «Мальчик на девятке». Ты знаешь трек «Мальчик на девятке»? Конечно. Вот, все знают трек. Злой трек. Почему злой? Там негативные штуки, она говорит. Издевается над чел, который любит. Для реализации этого анимационного фрагмента пришлось немножечко углубиться в эстетику 90-х. В этом нам помог Гугл. Я решила набросать в ретравей в стиль небольшой аниматик, где главный герень едет за рулем, собственно, высшую помянутой девятки. Потом она уже находится в лесу, где ее возлюбленный закапывает кого-то вместе со своими друзьями-бандитами. Не знаю, у меня сразу ассоциация, когда я думаю про бандитов, что они кого-то где-то закапывают. Образ возлюбленного главного героя тоже взят прямиком из лучшей картины Гугл. И этот фрагмент достался Лексию. И, собственно, давайте посмотрим, что же получилось у Лексия. Я разработала дизайн для главной героини, где элементы ее одежды были взяты с официальных обложек треков «Dave Blonde». Я как-то, не знаю, почему-то, когда я только первый раз песню слушала, я прям представила вот хир в шубе, в цацках, в скольце. После того, как мы начали делать этот отрывок, я увидела официальный стикер ВКонтакте, где на таком же артовевовом фоне едет вот эта девятка. Мне очень нравится, как получились дизайны возлюбленного главной героини и его помощник Лекси хорошо с этим справился. Прям очень офигительная атмосфера получилась, но я знаю, как этот клип сделать еще лучше. Он и так уже прекрасен, мне он очень нравится, но я знаю, как его еще улучшить. Но всего одну кнопку. Это очень полезная штука, которую, я думаю, вам тоже стоит использовать в своих работах. Просто накидывать свечение. Свечение делает все просто в миллиард раз лучше. На любую картинку накиньте, на свою фотку накиньте. И если у вас много цветов, то эти цвета просто еще больше заиграют красками. И вот теперь это просто настоящий ретро-вейвовый клип. Как оператор подтверждает. Как это выглядело без свечения? А когда я накинула свечение... Сейчас, и так, короче, прям... Но! Как будто... Я говорю, лечит вообще все. Типа, вещь невероятная. Дин ползунок сделал из этого клипа просто... Дорогущий клип с дорогущим продакшеном. Так что, мисс Дэд Блонд, если вдруг что, вы знаете, к кому обратиться. Вот. В общем, вот такие прикольные фрагменты у нас получились. Спасибо большое за просмотр. И спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я выложу эти фрагменты в ТикТок и в Инстаграм. И будет очень круто, если вы потегаете исполнителей под постами, чтобы они увидели эти кусочки. И, может быть, кто знает. Может быть, кто-то из них захочется заказать полноценный клип. И это будет очень здорово. И сейчас же век коммуникации, век информации. Все возможно вместе с вами. Вот. Все возможно благодаря вашей поддержке. Поэтому обязательно тегайте ОЕС, Дэд Блонд и Шуру Муру везде, где только можно. Где вы увидите эти фрагменты, чтобы они это увидели. И будет очень здорово, если что-то из этого получится. И сейчас, впервые за долгое время, я наконец-то делаю клип на свой канал. И это будет очень интересный клип. Я думаю, вы такого уже давно нигде не видели. С интересным визуальным, музыкальным рядом. Так что ждите, скоро все будет. Знаете, какую еще интересную штуку я заметил, когда на днях зашел в YouTube-аналитику? Оказалось, что как только ты начинаешь прощаться со зрителями, они, не дожидаясь конца ролика, видео выключают практически сразу. Поэтому сегодня я не буду...